Перед началом кросса в ходе торжественного открытия специалисту Центра патриотического воспитания молодежи РАДМИР Андрею Коробкову, который много лет работает с молодежью, организовывает исторические реконструкции известных и подзабытых сражений русских воинов за родину, вручили памятный знак. Андрей Коробков руководитель поискового отряда Черномор, который занимается обнаружением и погребением останков воинов времен Великой Отечественной войны. Дело в том, что когда задумывалась эта награда, было решено главой города, что изготовить медаль и почетный знак. Почетная медаль и знак. Честь 70-летия освобождения Анапы. Медаль дали участникам боев, берега Отечественной войны, инвалидам, а знак предусматривался труженикам тыла. Но на сей сей было принято решение за активную военно-патриотическую работу, поисковую работу, которая умножает славные традиции Анапы и России, вручить это знак. После торжественной части перешли непосредственно к спортивной. Открыли сезон здоровья и спорта студентки среднеспециальных учебных заведений. У девчонок дистанция 500 метров, у парней 1000. А пока девчонки совершали быструю прогулку по территории детского парка, на соседней площадке проводились тренировки по преодолению препятствий с помощью альпинистского снаряжения. В течение учебного года в рамках спартакиады, кроме кросса, проведут соревнования по стрельбе, военно-прикладному многоборью и кросс-биатлону. Мы стараемся продолжить, в общем-то, традиции, потому что, ну, раньше было ГТО, как бы вся молодежь в этом всегда участвовала, не только молодежь, но и все население. Но мы специально делаем, да, призывную подготовку молодежи, чтобы у нас действительно была молодежь, ну, крепкая, готовая. И, потому что многие студенты идут потом в армию служить. Поэтому такие мероприятия, вот, спортивные соревнования, им, конечно, в жизни в дальнейшем пригодятся обязательно. Первый этап среди специальных учебных заведений выиграл Анапский индустриальный педагогический колледж, а среди высших, самыми быстрыми, оказались студенты из Российского социального государственного университета. Вадим Родин, Анапа. Регион.